В Доме Российского Исторического Общества представили уникальную книгу. Она рассказывает о том, как сразу после революции 1917 года советское правительство предпринимало попытки наладить отношения с Западом. Материалы для этой книги ее автор, профессор Монреальского университета Майкл Джабара Карлей, 25 лет собирал в архивах разных стран. Российских, германских, британских, французских и американских, конечно же, да. Может быть, поэтому работы Майкла Карлея столь уникальны и столь объективны в описании советской дипломатии с 1917 по весь советский период. На Западе создано много книг, написанных до открытия советских архивов. В этой литературе советская внешняя политика подается как некая односпектная, узкая, приводимая в движение стереотипами и паранойя по отношению к Западу. Вот такая карикатура на советскую дипломатии времен Холодной войны. С ней трудно бороться. Холодная война, по мнению Майкла Карлея, началась не после окончания Второй мировой, а гораздо раньше, в 1917 году. Именно с этой позиции в книге описываются взаимоотношения первого поколения советских дипломатов с западными. Работа советских дипломатов была нелегкая. Они сталкивались с враждебностью западного мира, который совершал военную интервенцию для того, чтобы задушить советское государство в момент его создания. А затем, когда эта интервенция провалилась, Запад пытался саботировать его развитие при помощи экономических, политических санкций. В особенности США хотела заблокировать торговлю, получение кредитов для Советского Союза. В своей книге Майкл Карлея описывает конкретные механизмы того, как советское правительство достигало своих целей на международной арене. Ленин поощрял своих коллег выезжать на Запад не в качестве революционеров, а в качестве бизнесменов и торговцев. Вас может удивить, и вы можете почувствовать мою иронию, но большевики в итоге оказались хорошими бизнесменами. Для западных капиталистов это было неожиданностью. Революционеры торговали с капиталистами и пытались занимать деньги у банкиров, которых они раньше изображали в своей пропаганде жирными и жадными. Однако практическая тайная советская дипломатия и публичная пропаганда Коминтерна не поддавались примирению. Западные совета ФОБы быстро это отметили. Главными героями книги Майкла Карлея стали советские дипломаты Чичерин, Красин, Литвинов и другие. Моя книга – это их история. История служения Родине и патриотизма. Политика, которую они проводили, мало отличается от текущей политики Российской Федерации. Легко распознать общие черты. Я имею в виду политику слабого, которая максимально использует свои преимущества, наращивая военную и экономическую мощь перед лицом враждебного, угрожающего Запада. Располагающего большими ресурсами и мощью. Такая стратегия отличала советскую и российскую внешнюю политику сотни лет. «Литвинов был для меня квинтэссенцией этого подхода, в то время как Запад хлопал его по руке с презрением». По словам Майкла Карлея, он планирует продолжить работу над этой темой и как раз сейчас пишет вторую часть книги «Тайная война. Запад против России». Речь в нее пойдет о 30-40-х годах. Служба информации Российского исторического общества. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok